И я всех рад приветствовать, дорогие друзья, на продолжении прохождения нашей карьеры, знав элиту за клуб Крю Александра. Всем желаю приятнейшего аппетита, приятнейшего просмотра и погнали. Буквально недавно к нам заезжал наш скаут и напомнил, что у нас, оказывается, в Молодежной Академии есть два игрока, про которых я вообще абсолютно забыл. И на самом деле это у них потенциалы довольно-таки серьезные, особенно у Джейтона Беста. Для 15 лет, 56 рейтинг, и он еще и развивается, на финтах 5 звезд, слабая нога 3 звезды. И, как по мне, это довольно-таки неплохо. Но я посмотрел так, скажем так, на его характеристики и решил попробовать перевести его на ЦАПа. Как будто по характеристикам он больше подходит к позиции ЦАПа. Ну, как переучится, как подрастет, переведем его в основу и, возможно, это наша будущая звездочка. Ну, а следующий матч у нас против Брэдфорда. Они играют контратакой, мы играем контрпрессингом, но не забываем, что я поменял схему на 4-2-3-1. И перестроил ее под контрпрессинг, и посмотрим теперь, что из этого получится. А получается у нас то, что первая атака Брэдфорда может сразу привести к голу. Ну нет, ну нет, ну нет. Повезло, повезло, повезло. В самом начале матча. А вон подача с углового. Тоже ни к чему не приводит, но подбор за нами. Беллингем, удар! Вратарь тащит. Ой-ой-ой, какая обрезка, какая ошибка в нашей защите. И 1-0 Брэдфорд открывает счет и распечатывает счет матча. Опять у нас стандартное начало, опять придется отыгрываться. Бейкер сам себе находит позицию под удар. Удар! Чуть-чуть буквально мимо, но было неплохо. Табиньер, какой отбор на Беллингем, Беллингем забивать. 1-1. Абсолютно неожиданный отбор от Табиньера получился. Ну нам только на руку это, нам только на руку. Нам надо прерывать нашу черную полосу и возвращаться, скажем так, к хорошему сценарию развития событий. Беллингем врывается в штрафную и в дальние. И в дальние Беллингем! Дубль это получится, дубль Беллингема. И мы вырываемся вперед. Камбэк. Опасная может получиться атака Брэдфорда. И Ричардс. Ну красавчик, красавчик. Хотя удар был довольно-таки не сильный, но был прицельный в угол. И Ричардс вытащил. Хороший пас от Бейкера на Табиньера, ну! Но он заслужил сегодня гол. Но это немножко ему не везет. Олечек с мячом, пас на Гвардата в центр. 17-летний паренек. Как и добивать! У-у-у! Хорош! На самом деле это 17-летний парень, Гвардата, лысик наш. В принципе, довольно-таки неплохо себя показывает. Для его довольно-таки низкого рейтинга, который составляет всего 51. Матч и заканчивается со счетом 1-3 или, если будет удобнее, 3-1. И что могу сказать по истечении этого матча? То, что эта схема 4-2-3-1 широкая мне понравилась. Мне понравилось тем, что мы пусть и пропускаем в защите еще довольно-таки много, но играем уже более уверенно. Более твердо переходим в центр поля. Скажем так, чувствуется сбалансированная игра всей командой. Конечно, я не знаю, что из этого сможем извлечь в будущих матчах. Но, по крайней мере, в этом матче мне понравилось, как играет команда. Все было уверенно. Но, да, есть вопросы к защите. Ну, у нас, скажем так, не команда АПЛ, поэтому здесь без вопросов не обойтись. Ну, давайте переходить к следующему матчу. А следующий матч у нас против команды Транмери. Или Транмери, я не знаю, как правильно, потому что в предыдущих сериях FIFA я эту команду не видел. Ну, посмотрим. Они, кстати, идут на 9-ом месте. И это, в принципе, нормально. Мы идем на 5-ом на данный момент. Надо пытаться их обыгрывать, потому что нам нужно на первое место. Пенальти у нашего ворота назначает Судья. Скорее всего, да, фолл там был, но фолл уже был после удара по нашим воротам. Да, то есть, ну, такой спорный, на самом деле, пенальти. Но спорный он или нет, он в любом случае уже назначен. И вправо. По центру. Ну, прямо по центру. Ладно. Стандартное начало матча. 1-0 мы проигрываем. Сейчас будем отыгрываться. На Оффорда защитник наш. Удар сходу. И на Бейкера. Забивать. Ну как? Ну что это такое? Вратарь тащит. Павел под удар. Дальний удар. Неплохо получилось. Мяч еще у нас. Разворачиваемся. Прострел в центр. Удар. И еще удар. Вратарь тащит. У них вратарь их прям хорош. Прям хорош вратарь. Что? Пенальти? Мы бьем пенальти? А за что? За что поставили пенальти? Я так и не понял. Окей. Будет бить Ричардс. Право. Прям паутинку снял. За что был пенальти? Я так и не понял. Если честно. Но да ладно. Нас это мало волнует. Счет 1-1. Играем дальше. Опасная атака. У-ю-ю-ю-ю. Нет. Что мне повезло? Опять пенальти? Третье пенальти за матч. Но здесь по-моему да. Было за что? Сейчас посмотрим повтор. Но это третий пенальти за матч. А Дебиси наш кого-то там покалечил. И видимо довольно таки неплохо. Ой-ой-ой. Ну да. Прямой ногой. Срафной. Ну тут да. Наверное заслуженные пенальти. Наверное заслуженные. Так. Сейчас справа. Хорошо. Ричардс. Хорошо. Мяч еще остался в игре. Ой. Какой пас? Что это сейчас вообще было? Что-то непонятное абсолютно. Куда был этот пас? Ну не забили они с пенальти. Зато забили вот. Каким-то таким образом. Ладно. Ладно. И Беллингем сразу отдает на Бейкера. Забивать. Ну вратарь. Ну это. У них вратарь вообще какие-то чудеса творит в этом матче. Мы ему смогли забить только с пенальти. Хотя бы вообще по игре. Ну как минимум еще один должны были забивать. А то и два. Бейкер бежать. Хороший пас получил от Беллингем. И бежать. И забивать. Ну. Хорошо. 2-2. Подарили им гол с пенальти. Но отыгрываться же нужно. Что мы в принципе и делаем. Счет 2-2. Хотя мы могли уже быть впереди по счету. Да. Очень классно сыграно в завершении. Выход 1 на 1. Адебиси. Вырывается в штрафную. Пас. Еще дальше пас под удар. Беллингем. Перекладина. А это мог быть решающий гол. Опасно было. Хороший удар. Прицельный такой. Мощный удар. Но в перекладину. И матч так и заканчивается со счетом 2-2. Да. Один гол по сути мы им подарили. Но на последних секундах матча. Если бы Ричардс не вытащил этот удар. Я думаю что скорее всего мы бы проиграли этот матч. Поэтому я думаю все закономерно. Ничья 2-2. Неплохой матч. Более менее равный. И переходим к следующему матчу. А у нас кстати хорошие новости. У нас Лонг. Форвард наш запасной. Как раз таки оправляется от травмы. Ну ему конечно еще надо время. Пусть оправляется. Но это уже хорошо. Потому что у нас наконец-то будет хотя бы плюс 1 игрок к ротации состава. А следующий матч у нас против команды Парагейт. Середняки таблицы. Постараемся обыграть. Хороший пас нужно давать на Бейкера. И Бейкер дальше с мячом. Хорошо. Забивать Бейкер. Братарь тачит. Беллингем. Отличный просто заброс на Бейкера. Бейкер. Надо решать. В дальнейшем. Что случилось с Бейкером? Расскажите мне пожалуйста. Ну наверное просто мяч на ногу не лег. И опять мы пропускаем первыми. Опять мы пропускаем первые. И судя по всему голов в этом матче будет немного. Потому что игра очень вязкая. А вот они по сути создали первую опасную атаку только в конце первого тайма. И сразу с нее забили. Поэтому посмотрим что будет во втором тайме. Хотя еще и первый не закончил. И опять от них опасная атака. Но Дэвис тачит. Кстати да. На этот матч я сегодня вместо нашего Ричардса поставил Дэвиса. Потому что Ливерпуль. Он же у нас с арендой из Ливерпуля. Начал типа писать что они его отзовут. А пока что у нас запасного. Это пенальти у нашего ворота. А пока что у нас запасного ворота нету. Поэтому пришлось ему выпускать. Чтоб Ливерпуль его не отозвал. И денег на запасного ворота у нас тоже нет. Но это пока что меня меньше волнует. Чем вот эти вот тупые извиняюсь за выражение пенальти. Которые постоянно ставятся в наши ворота. Развел конечно воротаря и мяч по разным углам. Еще становится 2-0 в конце первого тайма. Опасная атака соперника сейчас может получиться. Дэвис какую-то чернуху творит. Ну ладно хотя бы мяч в руки забрал. Беллингем хорошо. Надо давать пас на Бейкера. А это Холичек вообще. И забивать. 2-1 в начале второго тайма. Мы сравниваем счет. Но замечаю я то что против их защиты играть довольно таки сложно. То есть моменты нужно как-то придумывать. Прямо импровизируя кардинально. Хороший пас от Бейкера. И Невит забивать 2-2. 2-2. Ну сейчас я стараюсь как-то более-менее через пас в центре аккуратно играть. Искать вот такие вот зоны с забегающими игроками. Тем более мы перешли в атакующий стиль. И пока что это дает свои плоды. Пока что все выглядит неплохо. Вот это гол. Вот это дальний удар получился у них. И кстати это по-моему тот игрок который забил нам первый гол в матче. Удар у него конечно получился прицельный. Я не знаю что там Дэвис делал в воротах. Давайте посмотрим повтор. Я потому что даже сначала сам не понял. Вот он подгорает мяч. Удар из-под защитника. В дальний угол. Ну хотя Дэвиса не стоит наверное винить в этом голе. Потому что удар был прицельный. В дальний угол из-под защитника. И я думаю и Ричардс бы тоже не спас бы в такой ситуации. И последняя атака в матче от Харагейт. Которая скорее всего закончится голом. Да. Появилась конечно надежда. На то что мы сможем отыграться. Когда мы забили 2. И сравняли счет. Но под конец матча нас все таки утопили. В этом ведре. И на этом все. Матч так и заканчивается. С счетом 4-2. Я расстроен. По другому ничего не могу сказать. Не получается пока что у нас полноценно прервать нашу черную полосу. И в принципе как бы. Начали мы за здравие в этом матче. А заканчиваем за упокой. Нужно что-то делать. Нужно что-то менять. Команда да. Стала играть лучше. Но как будто вот. Возможно той самой изюминки какой-то. Нам и не хватает. Может надо поработать с индивидуальными. Токсическими настройками игроков. Или чем-то еще. Не знаю. А на сегодня у нас все ребят. Ставьте лайк под это видео. Подписывайтесь на канал. Пишите свой комментарий. И не забывайте подписываться на мой телеграм канал. Чтобы не пропустить анонсы новых выпусков. С вами был Рекс. И пока.